здравствуйте меня зовут Петренко Анатолий Владимирович давайте продолжим наш интернет проект изучаем полка контроллеры сегодня я хотел бы рассказать о таком устройстве вот у нас есть модуль ввода сигналов тензометрии мв 110 224 1тд к нему подключен датчик это у меня старый датчик у него есть погрешность но я хочу его применять для измерения силы сжатия на машинах контактной сварки так как сила сжатия на машине контактной сварки очень важное значение вот написал в симпл с када небольшую программку могу надавить на датчик и видеть как у меня будут повышаться значение веса по большому счету в данный момент это у нас сила сила сжатия уже производил замер у меня на одном из станков сила сжатия 700 килограмм на другом 900 еще есть два станка но на них пока еще не производил измерения принципе работает неплохо но если это проекта у этого устройства слабое место это вот этот юсбишный у нас вход стоит его только пошевелить он отходит и у нас приходится по новой запускать с када системы сейчас он можем выйти из када системы что крайне неудобно я попробовал написать вот такую конфигурацию для панели оператора и в 320 вот здесь у нас есть сила сжатия регистр вот адрес полка адрес нашему модулю ввода сигналов и задатчиков я присвоил 4 регистр 70 тип float разряды 7 разрядов дробные три разряда вот у нас четыре разряды до запятой и три разряда после запятой ну у меня возникли проблемы проблемы связанные с отображением вот этого 70 регистра он у нас 46 десятичной системе исчисления вернее десятичной системе исчисления на на 70 в 16 системе исчисления 46 не возникли проблемы он хотел бы заодно обратиться и службу поддержки в техник службу технической поддержки компании овен вот допустим я запускаю сторонний описи сервер это мастер с кадом и пробую подключиться к нашему модулю ввода сигналов тензо датчиков и вот такой вот он у меня выдает надавливаю на датчик происходит изменение но это не измеренное значение может быть это просто кода цепи кода цепи не знаю почему так вот происходит сейчас закрою так отключился теперь дальше я отключаю преобразователь есть в рс-485 и пробую подключить панель оператора вот панель оператора в этом случае было бы наиболее удобный то есть мне не нужно было бы таскать с собой ноутбук ноутбук я бы все это сделал специальный ящичек уложил бы установил бы все для удобной транспортировки и добавил бы сюда модуль ввода аналогового сигнала скоростной сделал бы трансформатор тока и мог бы сразу тестировать и контактную сварку на силу сжатия электродов и на ток но у меня есть вот проблемы с панель операторы по 320 тоже вопрос службе технической поддержки компании овен подаю питание вот у меня здесь отображается значение непонятно как непонятно почему допустим нажимаю на датчик при увеличении скорости связи у меня хотя бы какие-то цифры успевают высветиться при более низких скоростях связи не 115 тысяч двести а там 2 400 3 800 мне даже эти параметры не успевают высвечиваться почему такое происходит не понимаю может быть вы подскажете мне уже как-то обращался с таким вопросом тогда я использовал панель оператора через полка контроллер овен только 100 км мы сейчас это может удорожить данное устройство практически в два раза и увеличить то есть сделать более громоздким устройство вот может быть как то есть возможность решить этот вопрос вот я смотрел файл для описи сервера и тут тоже у вас измеренное значение физической величины регистр тоже 70 только почему-то через описи сервер компании овен он отображается нормально через сторонние описи сервера или через панель оператора он отображается как будто это кода цп может быть я ошибаюсь конечно ну вот какие проблемы у меня вот если я запускаю конфигуратор м110 измеренное значение то здесь у меня нормально отображается вот надавливаю все здесь у меня нормально ну когда опрашиваю через записи сервер стороннего производителя у меня возникает проблема и когда подключаю панель операторы p320 у меня тоже возникают проблемы хотя панель операторы p320 наверно в данном случае была бы самым оптимальным вариантом устройство бы не было бы таким громоздким можно было бы спокойно его переносить сделать корпус для него вот на службы поддержки компании овен подскажет мне как справиться с этой проблемой спасибо